Мы читаем труды Бали Сулама на 191-й странице. Это находится также на 367-й странице, 130-й пункт. Вопросы можно задавать на сайте kapp.tv. Вопросы по теме будут даны в процессе урока. Итак, мы учили, что после первого сокращения вышел порцов, который называется Адам Кадмон. Потом Никудот Десак вышли, смешались с Нейдой Гальгальта. Решумот поднялись в Рожде Сак, Зевук Никвайнаем, вышел Катнут. Потом Сак сделал Зевук в П, вышел Гадлут Никудим. На месте зон произошло разбиение, и после разбиения вышел Зевук Акаа в Мецах Рожде Сак. Распространился порцов, который называется Атик Мира Ацелут. До сих пор мы дошли, потому что 130-й пункт, на вишу порцов Арихампин и Маа Хадаш вышли на уровне Хохма. Итак, Ибур, Иникай Мухин, Ибур, он выходит для себя, а Иникай Мухин это для других порцов, потому что весь мир Ацелут, он выходит в отдаче после исправления разбиения. Если в мире Никудим было Кетер, Абаваима, и Кишу прощения, Кетер, Абаваима, здесь Зон, это П, Абаваима, то здесь с верхней половины Кетера у нас есть порцов Атик, а затем он говорит о нижней половине Кетера, как выходит порцов Арихампина. Потом из Абаваима выходит Абаваима Ишцут, Зон, Большие, Зон, Малые, все делится на Гальгальты и Наймахаб. Пожалуйста. 130-й пункт. И порцов Арихампин Дема, Новома, который вышел на уровне Хохма, выяснил и приснил к себе свою нижнюю половину Кетера Мира Никудим, который является Ахапом Кетера, и во время Катнута они находились на ступени, которая находится под Кетером, то есть в Хохма-Эбина-Никудим. И это стало нуквой к Арихампину Нового Ма и соединились вместе друг с другом. И их порядок, это правая и левая, это Арихампин Ма, там, где Захар находится в правом, а Арихампин Дебон, это нуква, которая находится в левой стороне. Есть у нас Кетер Мир-Никудим. Его Гальгальты и Найм, Атик, Ахап его Арихампин. Что происходит здесь? Эти парцуфим Атик и Арихампин, они берут эти части Мир-Никудим и дают им, то есть исправляют их. Они больше, они восстанавливают их после разбиения килим, насколько они были повреждены, они снова их восстанавливают к работе, то есть их принимают. Это называется нуква, минус. Это Захар плюс. Мужская часть. Он отдающая, исправляющая часть. Дальше. И то, что парцуф Атик Дема взял нижнюю половину Кетера-Никудим, поскольку Атик, исходя из того, что это первая рожка Целут, и его уровень очень высок, и поэтому он присоединил к себе только килим, депаним, дегарденикудим, в которых не было никакого повреждения во время разбиения, но в нижней половине Кетера, который является Ахап, упавший во время Катнута в Хухма и Бина, а затем во время Гадлут поднялись из Хухмы и Бины и присоединились к Кетеру-Никудиму. И затем во время разбиения килим они вернулись, упали из Кетера-Никудим и отменились. Они были повреждены в своем падении и отмене, и они недостойны, поэтому Атика, и поэтому взял их Арихам Пин Дема. Это понятно, да или нет? В мире Никудим у нас были, я здесь это не нарисовал, Катнут Мира Никудим, там был Кетер, это был Гальгаль Тейнаем и Ахап, потом было Абвыима, Гальгаль Тейнаем и Ахап, затем Зон, Гальгаль Тейнаем и Ахап внизу. То есть Гальгаль Тейнаем де Кетер, его Ахап, находится в Гальгаль Тейнаем Абвыима, Ахап Абвыима находится в Гальгаль Тейнаем де Зон. И что получается? Гальгаль Тейнаем Кетер-Никудим совершенно не имеет отношения к разбиению, потому что получающие Келим, которые получили Орхухма, свыше потом передали это в разбиение Келим, это Ахап де Кетер. Вы слышите? Гальгаль Тейнаем, Кетер и Никудим не имеют отношения к разбиению совершенно, потому что это отдающие Келим. Прошел через них Орхухма, они совершенно не имеют к этому отношения. Поэтому Парцув Атик берет только эту часть, он не может взять эту часть и также часть, которая относится к разбиению, потому что оба они не похожи. Они были в разной роли, поэтому он берет только верхнюю часть, Гальгаль Тейнаем Кетер-Никудим, и работает с ним. Поэтому Атик находится в отрыве от всего постижения нижних, находится в отрыве от всего разбиения. Это связь между миром и Целуд, и то, что находится под табором. Связь между Цимцумбет и Цимцумалев, и на самом деле мы рисуем его, что он проходит Парса, он не чувствует ее, поскольку он снизу вверх, Кетер, Цимцумалев. Он выгоняет от конца в начало. Вы можете сказать, что да, но ведь он порождает Ари Хампин, но он ведь мало не рожает. У него есть получающий килим, это верно. Но эти получающие килим, они не его. Он делает это только для порождения следующего порцуфа. К нему это не относится. Это как дополнительный порцуф, как Саарот. Он порождает порцуф Ари Хампин, Ари Хампин берет уже нижнюю половину Кетер-Никудим, нижняя половина Кетер-Никудим, это та часть, как раз, которая передала весь свет. Хохма, зон, и потом зон были разбиты благодаря этому. То есть нижняя часть Кетера, она проблематична. Это является причиной разбиения. Является причиной разбиения. Если он не передавал этот свет, то не было бы разбиения. А, он не хотел, а, он не знал, это не важно. Он связан с этим, он был активный в этом. Хотя он и далек от разбиения, Кеты, Абавиима, они произвели зевук на точку Хирик. Это не важно. Он передал им это. И он уже имеет к этому отношение. Поэтому его берет Ари-Хампин. Но Ари-Хампин, поскольку он берет только Ахаб де Кетер-Никудим, что это только для того, чтобы передать Ор-Хохма вниз, но не давать его нижним, потому что нижним Ор-Хохма передают Абавиима. Поэтому Ари-Хампин пока является святым полностью. Но это получающий Келим свет Хохма. Это что-то колоссальное, это что-то огромное. Весь свет, во всей его силе, которая должна исправить и наполнить всю Малхут Миры Бесконечности, все это находится в рожде Ари-Хампин. Потому что ему нужен был тот свет, чтобы наполнить Зад-Никудим и закончить исправление. Это то, что они требовали. Поэтому рожда Ари-Хампина это все. Это просто принимающий решения, управляющий, реализующий, наблюдающий, заботящийся, руководящий. Все. Все в нем. Это все в рожде Ари-Хампин, поскольку облачается на Ахаб Кетер-Никудим, и у него есть все, его нуква. Это Ахаб Кетер-Никудим, который хотел дать весь свет и наполнить Малхут Миры Бесконечности. Да, Кетер-Никудим передают свет из инсов для того, чтобы наполнить всю эту Малхут, которая находится внизу под табором. И поэтому у нас нет большего относительно нас, относительно нижних. То, что представляется нам как источник, как хранилище всех святов, нету большего, чем у Роша Ари-Хампина. Дальше. Читаем. Куфла Металев, 131 пункт. И парцов Абабаима, Нового Ма, это уровень Бина. Они выяснили и присоединили к себе нижние половины Хохма и Бина до Никудим. Это Ахаб Хохма и Бина, которые в состоянии Катнут, упали в зад Никудим. Но потом, в момент Гадлут Никудим, поднялись и присоединились к Хохме и Бине Никудим. И в момент Швирата Килим вернулись и упали в зад Никудим и аннулировались. И их выяснили для них Абабаима Дема в состоянии нуквы для них. И они называются Зад Де Хохма и Ват шесть нижних Бины Дебон. И состояние Хесед Дебины остается вместе с Гар Хохма и Бины Дебон в парцюфе Атик. Они остаются в нижней половине Бины, а вместе с Ват Мигура и ниже. И находится Захар Де Абабаима это уровень Бина Дема, а нуква Абабаима это Зад Де Хохма и Бина Дебон. Их состояние в правой и левой линии Абабаима Ма правой и Абабаима Бон в левой. А Исуд Дема это Зад Де Има взяли Малхут Исхох Мейбина Дебон. Снова давайте прочитаем. Мы уже изучали это много раз. Я записал это так в простом виде. Абабаима Гургоголь Тейна Абабаима Айшут Ахаб Абабаима но здесь есть деление очень такое очень тонкое. 131 пункт Парцух Абабаима Нового Ма они находятся на уровне Бина они выяснили и присоединили к себе нижние половины Хохмы и Бины Данекудим это Ахаб Хохмы и Бины в момент Катнут они упали в зад Никудим но затем в состоянии Гадлут Никудим поднялись и присоединились к Хохмы и Бин Никудим То есть они не взяли Гальголь Тейна Абаба Ваима да Никудим как здесь я отметил они берут только Ихахаб мы помним Абаба берет Гарда Абаба Абабаима берет Дарда Абабаима Ишсут Исраиль Абаба берет Малхут Абаба Атвуна берет Малхут Ми Има А что с Гальгальто Инаем Абаба Ваима Их Гальгальто Инаем они были связаны с Ахабом Китра Никудим Да И в состоянии Шверата Килим они снова упали в зад Никудим и аннулировались эти Ахаб Абаба Ваима Их выяснили для них Абабаима Дема в виде нуквы для них и они называются Зат Дехохма и Ват Дебина Дебон То есть Никудим Поскольку Хесед Дебина остался вместе с Гар Хохма и Бина Дебон в Шпартуфе Атик они остались в нижней половине Бины а только Ват от Гора и ниже и получается Захар Абабаима это уровень Бина Дема а нуква Абабаима это Зат Дехохма и Бина Дебон и их состояние в Бине в правом и в левом и Абабаима Дема в правом и Абабаима Дебон в левом Айсут Дема это Зат Деба Взяли Сферот Малхут из Хуб Хохма и Бина Дебон Вопросы? Пожалуйста Можно точно прояснить что к чему относится к Мае и Бон и когда это перестает Скажите мне я запишу Давайте Вы мне говорите а я записываю Что у нас было и что у нас есть Кетер Даникудим Гальгальтейнаем и Ахаб Абабаима Даникудим Гальгальтейнаем Гальгальтейнаем и Ахаб Зонда Никудим Гальгальтейнаем и Ахаб Это Кетер Это Абабаима И это Зон Берут Берут Парцув Какое Сначала Атик Что берет Атик Гальгальтейнаем Гальгальтейнаем Кетер Никудим Три первых Гарде Абаба Как мы здесь запишем это я не знаю Может быть все таки в виде таблицы Итак Атик Берет Гальгальтейнаем Де Кетер Гар Де Аба Дар Де Има Дар Де Има Зайн Ктарим И Зайн Ктарим Де Зон Имеется ввиду Зайн Ктарим Де Зон Чтобы это было понятно Все это берет Атик Смотрите Несмотря на то что он не желает иметь отношения к разбиению но смотрите сколько частей еще не имели отношения к разбиению И Гальгальтейнаем Кетер это понятно мы говорили об этом Гарде Аба не имеет отношения к разбиению Дар Де Има Четыре первых не имеют отношения к разбиению и Семь Ктарим Зайн Ктарим Де Зон тоже не имеют отношения к разбиению Это все берет Атик У него это нуква Атик это Захар мужская часть а это нуквы женские части Мира Некудим и он обеспечивает им исправление и наполнение Ари Хампин берет только одно Ахаб Кетера Ахаб Ахаб Де Кетер Аба Ваима Де Никудим То что мы изучали сейчас что они берут Зат Де Аба Де Аба Де Никудим И Ват Де Има Де Никудим Де Има Де Никудим Чем исправляется в мире Ацелут Мир Ацелут должен взять те же сферот которые не наполнили себя не выполнили свою роль и помочь им исправиться то есть восстановить их Вопросы Да Моти Как происходит что такая наибольшая любовь Аба Ваима это для них главная роль в разбистии Чему мы должны научиться из этого чрезмерная любовь что Нет вот здесь чрезмерной любви что какая-то путаница что-то не учли не могут там желания слабости знаешь как мама польская мамочка такая мы говорили об этом недостатки данных одного данного это очень просто невозможно его заранее опознать то что раскрывается связь в отдаче творцу это дает такое огромное наслаждение что нет на него экрана я отдаю ему и хочу любить его хочу отдавать ему и все и все и все отдавать 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 и передо мной есть все вот это угощение я знаю что я получаю здесь я все проверил все эти вещи то что лежит на столе от хозяина мне все понятно и я отдаю хозяину всем через все что я беру со стола у меня нет проблем но я от этого раскрываю действительно кому я отдаю и здесь такое наслаждение раскрывается что у творения нету сил стоять перед этим он вообще не думал это невозможно было даже подумать об этом просто потому что он поднимает себя творение на такой уровень на такой статус как творец как хозяин и это изначально со стороны творца не может прибыть к творению направленно потому что творец хочет чтобы это было самостоятельно ощутило творение и почувствовало чтобы творение смогло стоять в этом статусе в этом положении самостоятельно сам потому что все остальные действия они не самостоятельные они они за счет ришемот сверху вниз но достижение этого состояния и то что раскрывается через него это в сущности, и есть та точка, которую должен достичь творение, которое раскрывается творению. Как это раскрывается? Это раскрывается через разбиение. То, что творец не способен дать творению сам, а только косвенным образом, когда творение раскрывает, это и разбивается. Что значит разбиваются? На это я не способен. Это я не могу. Это выше меня. Так отдавать, в таком наслаждении отдавать, такому большому отдавать, я не способен. Разбился. После разбиения способен. Постепенно, с малыми частями, без Левоэвен. Левоэвен — это все это наслаждение, то огромное, того положения, которое раскрылось в разбиении. До этого это неощущаемо, что есть Левоэвен, что оно присутствует. И тогда он может постепенно исправить себя, учитывая Левоэвен этот, то, что находится между ним и Творцом, все-таки находится настолько, что и это будет исправлено. То есть, разбиение — это раскрытие, очень большое раскрытие того расстояния, которое Творец напрямую не передает Творению. Он должен разбиться, он должен раскрыть все вот эти изъяны. И раскрывается. И я хотел восполнить предыдущие. Он здесь начинает рассказывать вещи, относящиеся к Ма и Бон. Сортировку это я не понимаю. Когда это переходит под власть Сак, все это? Прежде всего, из власти Сак мы не уходим. Сак, Бина властвуют всем от начала до конца, потому что Кетер, Хукма, Бина, Аба — это все добавки к Саку. Он использует их в Зиву Габ Сак, то, что мы говорим. Он их использует. Сак, он активный. Зад и Бина, в сущности, они активны. Как мы изучаем из четырех стадий прямого света, все везде действует Сак, все делает Сак. И в мире Никудим, и в мире исправления. Но когда мы говорим, что происходит здесь, что Сак с помощью двух ветвей его, и мира Никудима, и мира исправления, он сейчас производит встречи между ними, а одно дополняет другое. Мир исправления, мир Ацелут, не может существовать, если нет рядом с ним разбитых келим и разбитый мир, то, что называется миром Никудим. То, что мир Ацелут, он должен взять все эти недостатки, и с помощью них он приводит себя к исправлению. Либо приводит эти части к исправлению. Он не может сам выйти. В чем он выйдет? Решему Алиф Шорыш? Что это? Он берет все разбиение, его роль такая, взять все разбиение, поглотить его и исправить его. Это называется, что Атик берет Гальгальтынаем, Кетерникудим, и делает его большим. Ари Хампин берет Ахаб Кетерникудим, еще части Абвыима, делает их большими, большими до конца. И так, каждую часть. То есть, мы видим, что Ацелут не берет верхнюю половину, нижнюю половину еще, то есть, он берет уже избирательно. То, что относится к разбиению, те части, неважно, они наверху или внизу, важно здесь характер, свойства части. То есть, допустим, сфера Бина, во всех этих сферот, снизу вверх, она не разбилась. К Тарим не разбились. Даже находящиеся внизу. А Малхойот и все получающие Килин, даже на верхней, они все разбились. То есть, здесь уже есть селекция, выяснение новое, какие части относятся к более верхним порцуфам, какие части относятся к более нижним порцуфам. Это уже очень-очень особая вещь. Здесь мы видим, что до исправлений мы должны видеть характер сферы, а не то, что она высокая или низкая, а насколько она ближе к исправлению. Перейдем к третьей части. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!